привет друзья с вами джинлав и это 14 урок проекта по быстрому запуску сайта и так в этом уроке мы продолжим работу со записями и их отображением на сайте так поехали давайте добавим несколько записей наводим на добавить и нажимаем запись совершенно любых записей не знаю допустим как растут цветы вставляем текст ставить текст добавим какую-то картинку нажимаем добавить media файл выбираем любую картинку нажимаем вставить вот нажимаем задать миниатюру выбирают картинку нажимаю задать миниатюру нажимаю рубрика автомобиль нажимаю опубликовать так опубликовал нажимаю добавить новую запись допустим стол хороший когда крепкий также вставляем текст добавим какую-то картинку любую пускай будет это рубрика автомобили зададим миниатюру пускай будет это и нажимаю публиковать давайте добавлю третью запись так добавлю третью запись сейчас мы учимся вы тоже можете все повторять за мной для того чтобы понять как это все работает например тише едешь дальше будешь добавим какую-нибудь картинку также зададим миниатюру и рубрика будет автомобиль и ставим галочку здесь и нажимаем публиковать теперь давайте нажмем просмотреть запись и вот что мы видим картинка текст и все да теперь давайте выведем это все как блога наводим сюда нажимаем на домик как бы свой типа и дальше на наши наводим на настройки нажимаем чтение теперь смотрите мы сейчас выберем какая страница у нас будет главной а на какой будет выводиться все записи как и на которой будет выводиться все посты а какая страница будет главное именно статичной что такое главное станет странице это значит что когда человек придет по названию вашего сайта например бугермен точка ру он попадет на главную страницу это первое что он будет видеть вот можете сделать главную страницу это именно ваши посты например как это сейчас у меня происходит например я сейчас беру нажимаю на бугермен обновляется и у меня адрес бугермен точка ру и у меня здесь выводятся все рубрики да вот они все не все рубрики а все записи вот так отображаются посты записи блога вот они так вот все выводятся вот если я ничего не меняю меня будет всегда когда человек придет на мой сайт бугермен точка ру он будет видеть это но если я не хочу это видеть я хочу чтобы он видел на главной странице что-то другое была одна главная страница статичная а блог и посты он видел на другой странице например то тогда это нужно сделать и как это делается это делается следующим образом мы нажимаем на новую запись и нажимаем страницу то есть мы сейчас добавляем новую страницу нажимаем эту страницу можно назвать по любому назовем мы допустим блога новостей новостей пускай будет так нажимаем сюда тут даже писать не обязательно но можно что-то написать пускай что-то напишем вот и нажимаем опубликовать и так смотрите теперь давайте нажмем предварительный просмотр и вот так у нас она выглядит полная ширина блок новостей но смотрите нам нужно сделать чтобы это было у нас как блог где постоянно будут разные записи выводиться сейчас у нас вот так происходит сейчас у нас нажимаем обновляем спасать свои мы сейчас на главной странице видим то что здесь вы вводятся все посты да все посты вводятся здесь а мы хотим чтобы это выводилось на странице блок новостей вот здесь как это делается заходим в настройки нажимаем чтение и здесь ставим точку и главная страница нажимаем выбрать выбираем на главную страницу например пример страницы это раньше была так создана странице мы еще выбрали вот а страницу записи мы сейчас выбираем про ну надо обновить ой надо просто обновить потому что я на той вкладке создал это не обновил и так ставим сюда точку нажимаем выбрать главную страницу пускай будет пример страницы страницы записями точнее блог будет блок новостей далее тут смотрите указывается сколько постов будет отображаться на этой странице например сколько здесь будет этих постов 10 или больше сейчас здесь отображается 10 значит 10 постов будет вот 10 постов и так еще вариант как отображаться будет полный текст или анонс то есть как мы хотим что здесь отображался полный текст или анонс частичек тесто лучше отображать анонсом и так это мы поставили дальше нажимаем сохранить изменения теперь возвращаемся на наш сайт обновляем страницу и что мы видим мы видим что сейчас главная страница стала вот это пример страницы давайте поменяем вот нажмем редактировать а то как-то пример страницы как-то не звучит назовем ее главное да главное обновить просмотреть вот это когда человек придет на наш сайт например булгермен точка ру он увидит вот эту страницу да главное если он нажмет на блок новостей он увидит все эти посты и так дело в том что эти посты мы можем отображать по-разному и сейчас я покажу как это делается наводим сюда нажимаем настроить и сейчас мы будем их настраивать смотрите эти посты мы раньше могли отобразить по разному в каком плане с левым сайт баром с правым сайт баром во всю ширину без сайт баров в колонку но это еще не все эти посты мы можем отобразить в плане дизайна нажимаем сюда и нажимаем блок пост дисплей type нажимаем и теперь выбираем как отображать эти посты например второй вариант ставим точку эти посты будут отображаться вот так то есть картиночка слева квадратом а справа текст вот так будет отображаться можно так отображать посты если нажать сохранить такая останется далее нажимаем сюда третий вариант может так то есть одна картинка слева следующий пост картинка справа Следующий пост, картинка слева и так далее. Но тут просто картинок я миниатюры не задал. То есть, когда мы задаем миниатюру и ставим картинку, у нас эта картинка отображается. Это не картинка в самом посте, это заданная миниатюра. То есть, я сейчас вам покажу, где это. Вот. Так, давайте я просто зайду в записи, нажму все записи и вам покажу. Ну, допустим, вот эта запись. Нажимаю изменить. И вот смотрите. Вот тут миниатюра записи. Эта картинка мы сюда задали, можно ее удалить. Вот, именно эта картинка вот здесь отображается. Да, вот они отображаются. Итак, следующий вариант. Блок Full Content. Также мы все свои посты можем отобразить вот таким образом. Когда каждый пост будет полностью открыт с картинкой, ну, которая внутри поста. Не миниатюра, а которая внутри. И полностью открыт каждый пост. Вот так можно еще сделать. То есть, мы видите, мы можем по-разному отображать наши записи. Итак, мне больше всего нравится отображать записи. Либо первым вариантом, когда такая плоская картинка, а внизу текст. А если человеку интересно, нажимает подробнее и читает дальше этот пост. Либо второй вариант. Когда слева картинка, справа текста он читает. Если ему интересно, нажимает подробнее и сможет полностью этот пост. Либо последний, третий вариант. Вот так, да? Когда картинки по очереди, то слева, то справа. В принципе, неплохо и четвертый вариант. Но это когда ваши посты короткие и не очень длинные. Тогда это тоже, в принципе, нормально. Я выберу так, что будет слева и справа по очереди картинки идти. Ставлю здесь галочку. И нажимаю сохранить и опубликовать. Возвращаюсь назад. И вот так у нас появилось. Итак, а на этом я видео свое заканчиваю. Увидимся в следующем видео. С вами был Анатолий Быков. Пока!